МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске о социально-экономическом развитии города. В Сарове прошло выездное совещание Комитета законодательного собрания. Надежная защита, почему важно вовремя делать все необходимые прививки. История восхождения дворовой футбольной команды на всесоюзный Олимп. Черноморец выпускает книгу к юбилею победы в спортивном состязании. Подробности далее. Проект «Большой Саров» – развитие Национального центра физики и математики. Привлекательность нашего города для молодых специалистов, проблемы предпринимателей. Эти вопросы городские власти затронули на встрече с депутатами законодательного собрания. 10 августа в Сарое прошло заседание выездного комитета ЗАГС Собрания по экономике, промышленности, поддержки предпринимательства, торговли и туризма. Мы говорили об очень важном вопросе, в вопросе стратегического развития. И если в 2018 году у нас была принята стратегия региона, и мы видим динамику ее реализации, то ни одна стратегия региона не будет успешна, если она не будет связана со стратегиями развития городов. И, конечно, то, что мы сегодня видим здесь, взгляд Сарова такой новый на стратегическое планирование, это не просто стратегия развития, это некий новый подход. По сути, это переход в сервис на инфраструктурное планирование, детальное по каждому сервису, каждой услуге и каждому инфраструктурному объекту. Саров пока единственный город Нижегородской области, на котором разработают такую модель развития территорий. Мы считаем, что опыт Сарова может быть применен не только для города Сарова в Нижегородской области, а с другой стороны, мы понимаем, мы заходим на новую, неизведанную, неопробованную область, и нам нужна абсолютная поддержка с точки зрения законодательства, с точки зрения регламентации и общая поддержка правительства для того, чтобы именно на нашей территории этот проект полетел. Кроме того, депутаты ЗАГС Собрания обсудили с представителями предпринимательского сообщества и проблемы, которые стоят сегодня перед бизнесом в Сарове. Особые условия функционирования зато диктуют свои правила ведения бизнеса. Действительно, здесь у малого бизнеса, с одной стороны, есть ряд преимуществ, в связи с тем, что территория зато закрытая, существует специальный режим пропускной, есть определенные сложности, которые препятствуют, может быть, такому динамичному развитию предпринимательства. С другой стороны, есть и преимущества, то есть это, во-первых, здесь средняя зарплата, одна из самых высоких в Нижегородской области. Сектор сферы услуг, сектор сферы развлечений здесь, по идее, должен развиваться. Но вот сейчас на совещании услышали все-таки ряд вопросов, ряд моментов, которые, ну, как бы, сдерживают, скажем так, это развитие. Депутаты приняли решение еще раз приехать в Саров вместе с сотрудниками Министерства промышленности провести отдельный круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы разобраться с вопросами предпринимателей. В Нижегородской области отмечается рост заболеваемости всеми инфекциями. Речь про кишечный и про энтеровирусный, воздушно-капельный, в том числе коронавирус, и природно-очагового характера. Связано это отчасти с уменьшением противоэпидемических мер, введенных во время пандемии. Вот сейчас, в этом году, уже голову поднимается лимонеллезная инфекция. Напомню, что это бактериальная инфекция, которая чаще передается с пищевыми продуктами. Это могут быть и продукты переработки птицы, и молока, и мяса. То есть это не обязательно куриные яйца в сыром виде есть для того, чтобы заболевать с лимонеллезом. Пока не до конца ясен источник заражения, поскольку групповых случаев нет. Эпидемиологи ведут расследование. При этом специалисты обращают внимание, что тщательное соблюдение правил приготовления и хранения пищи поможет снизить риск заражения. Также растет заболеваемость энтеровирусными инфекциями. Это серьезное заболевание может привести к тяжелым последствиям. За истекшие полгода заболело 18 человек, за июль 23 человека. И сейчас мы видим уже в ежедневном режиме, что регистрация продолжает нарастать. То есть динамика роста достаточно интенсивная. И это связано, во-первых, с активизацией фактора воды. То есть было жаркое лето у нас, вот прошел июль, да, и достаточно было жаркие. Люди часто купались, и это часто бывает связано именно с купанием. Вспышка энтеровируса была в детском лагере «Солнечном», о котором много писали в региональных СМИ. Нулевым пациентом оказался ребенок, который вернулся с курорта и заболел уже на месте. Кроме того, Наталья Садыкова рассказала о ситуации с коронавирусом. Заболеваемость продолжает регистрироваться, это повод быть на стороже. Рост начался в конце июля и связан с нарастанием обновленных штаммов омикрона. Сейчас у нас БА4, БА5, и их доля достигает уже 66% в общей доле циркулирующего омикрона. Того штамма, о котором сейчас СМИ часто говорят, кентавр в регион не поступало. Секвенирование проводится на базе научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора. Тяжесть заболевания новые подвиды не усугубляют, доля пневмонии не растет. За последнюю неделю она составила 6% от общего количества заболевших. Но меры профилактики все равно необходимы, особенно людям из групп риска. Наталья Садыкова рекомендовала носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Новые штаммы, несмотря на свою контагиозность, не распространяются дальше полутора метров. Роспотребнадзор следит за развитием заболеваемости и в зависимости от ситуации будет усиливать противоэпидемические меры. По прогнозам Натальи Садыковой всплеск ковида завершится к концу сентября, если не будет новых штаммов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это все отит, менингиты, пневмонии. Ну, не все там, но это один из главных возбудителей этих заболеваний. И, как мы говорим, что вакцинация – это первичная профилактика. Нужно делать прививку до встречи с возбудителем. А встречаемся мы с ними уже при социализации. Это детские площадки, детские сады, школы. В три месяца идет иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита. В этом возрасте организм малыша готов к тому, чтобы выработать иммунитет на эти вакцины. С трех месяцев идет вакцинация против гемофильной палочки типа B. Какие-то курсы состоят из двух доз препарата, какие-то из трех и так далее. В год детям делают прививку от кори краснухи и паротита. Краснуха. Краснуха, мы понимаем, что это опасно для беременных женщин. Это основное. Поэтому, ну, если брать молодую женщину, да и мужчину, в принципе, да, планирующий детей, то надо убедиться, что привит от краснухи. Потому что это тяжелые пороки, несовместимые жизненные выкидыши. Несмотря на всю просветительскую работу, которую ведут медики, объясняя пользу прививок, существуют и так называемые антипрививочники. Это движение зародилось еще со времен изобретения вакцины против ОСПА, которая спасла миллионы жизней. Со многими болезнями дети антипрививочников, возможно, не встретятся благодаря коллективному иммунитету. Но вот от столбняка застрахованы только привитые. Любая царапина, ранение, травма – это высокий риск того, что можно заболеть столбняком. По данным ВОЗ, каждый год прививки предотвращают до трех миллионов смертельных случаев только от дифтерии, столбняка, коклюши, кори, свинки и краснухи. Вакцинация сократила смертность от кори во всем мире на 84% за период с 2000 года. Некоторые инфекции и вовсе удалось искоренить. Например, смертельно опасную натуральную ОСПУ. Вы знаете, когда вот что-то случается, а мы не знали, а нам не рассказывали. Вот есть ребенок, опять же, в городе против перенесенной гемофильной инфекции с тугоухостью. Кохлеарным имплантом. Есть ребенок с сахарным диабетом после гриппа, тяжело перенесенного, в полтора года. Я не спорю, у него могло начаться сахарный диабет, это любая инфекция. Но это могло быть и позднее. Все-таки в полтора года. Это очень тяжело. Имя Святослава Николаевича Федорова известно далеко за пределами нашей страны. Голосной микрохирург. Один из участников внедрения радиальной кератотомии. Академик Российской Академии Медицинских Наук. Член корреспондента РАН. Признан одним из выдающихся офтальмологов 20 века. Его методы нашли признание среди зарубежных коллег. Их стали применять во всем мире. Заветом Святослава Николаевича следует и в нашей больнице. Офтальмологическое отделение КБ номер 50 возглавляет Владимир Лычев. Под его началом работает 16 человек. Среди них Павел Орлов. Павел Игоревич уже 19 лет занимается этим направлением. Помог спасти зрение многим саровчанам. Здесь оказывается помощь пациентам с заболеваниями органа глаза и его придаточного аппарата. Это пациенты с такими заболеваниями, как катаракта. То есть это помутнение хрусталика. И оказывается им хирургическая помощь. Хирургическая помощь пациентам с глукомой. Это заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазного давления. Помогают здесь и пациентам с новообразованиями конъюнктивы, слизистой оболочки глаза, роговицы, век. К врачам автальмологического отделения обращаются с дистрофическими заболеваниями. Атрофией зрительного нерва, дистрофией сетчатки и так далее. Много больных с диабетом, поскольку эта болезнь приводит к различным проблемам со зрением. Как говорит доктор, зрение обязательно нужно проверять раз в год, даже если каких-то проблем с ним нет. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Операции по поводу катаракты сейчас делаются пациентам очень молодого возраста. У меня были пациенты 35 лет и меньше. Почему? Потому что методики изменились кардинально. Сейчас мы берем пациентов со стратой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. Универсальных советов по сохранению зрения или универсальных лекарств не существует. Большинство профессий сейчас связаны с работой с гаджетами, монитором, бумагами. Постоянное сидение за компьютером, вопреки расхожему мнению, приводит не к патологии, а к функциональной перегрузке зрительного аппарата. Она, в свою очередь, ведет к спазму аккомодации, из-за которого глаз перестает четко различать предметы, расположенные как вблизи, так и вдали. Очень много пациентов, которые обращаются к головными болями, к неврологам, ищут у себя опухоли, делают МРТ, а на самом деле всего-навсего просто у них идет перегрузка аккомодационного аппарата вследствие их работы, вследствие отсутствия коррекции, потому что многие люди отрицают очки для работы вблизи. Даже вот мне сегодня на прием принесли книгу «Очки убийцы». К сожалению, зачастую люди пренебрегают и коррекцией, и гигиеной, не делают упражнения на разгрузку глазных мышц. В итоге путь практически у всех один. Рано или поздно они становятся пациентами офтальмологического отделения. Здесь помощь нашим врачам в современное оборудование. Скоро поступит новый лазер. 8 августа врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник. Как всегда, на посту. Уважаемые коллеги, офтальмологи, я хочу сегодня, в день врача-офтальмолога и в день рождения Святослава Николаевича Федорова, который мы помним, уваждаем и чтим, хочу вас всех поздравить с этим праздником, пожелать вам хорошей, спокойной работы, чтобы вас уважали на работе, чтобы ценили, и чтобы у вас все получалось. Мы всегда стараемся помогать больным, и я думаю, что и дальше будем стараться помогать, делать все, что в наших силах, для того, чтобы вам живось лучше, чтобы у вас сохраняло зрение. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Сегодня члены команды Черноморец на трибунах болельщиков. Они пришли сюда не посмотреть игру, а вспомнить прошлое. Практически вся их юность связана со спортом. Летом мальчишки гоняли мяч на стадионе труд, что был недалеко от дома. Зимой вставали на коньки и брали в руки клюшки. Благо, площадок для активных игр в городе было достаточно. В 1965 году детская команда Черноморец впервые стала чемпионом города в турнире «Кожаный мяч». Так начиналась история восхождения дворовой команды на всесоюзный Олимп. На протяжении пяти лет мы были чемпионами города по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». И в связи с этим, в связи с тем, что мы были всегда лидерами, в 1964 году нас горком комсомола направил на первые игры на первенство Горьковской области на приз клуба «Кожаный мяч». Ровно 55 лет назад, в июле 1967 года, город Горький принял лучшие детские команды области. Были среди них и черноморцы. Команда оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований Черноморец стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. Основное время 1-1. Пенальти. 4-4. У нас удар в запасе. Пробивает Женя Семиков. К сожалению, даже мимо ворот. То есть забей, и мы в финале с Грузией играть. За первое место. Повтор. 1-3 мы проиграли. Повторный пенальти. Ну, плакали все. Все плакали. Потом третье место. За третье место киргизию мы 2-0, конечно, обыграли на хорошем стиле. Бронзов наша. Ура, ура, ура. Годы прошли, и события этих давних лет стали воспоминанием. Воспоминанием о веселых мальчишках, увлеченных азартом игры. В строгом тренере, который не давал им спуска. Родных и близких, которые поддерживали юных спортсменов и помогали двигаться вперед на спортивном поприще. Все эти воспоминания черноморцы собрали в одной книге, посвященной 55-летию со дня успешного выступления команды до всесоюзных соревнованиях. Был такой тренер Виктор Николаевич Кауркин, который очень высоко поднял спорт, футбол и хоккей в частности, в городе. Он был отличник Смоленского института физкультуры. Он готовил нашу черноморец команду как раз вот на всесоюзные соревнования. Вот на этом футбольном поле, в жару, в самое пекло, чтобы выносливость, была сила. В основном от жары страдают собаки, кошки меньше подвержены воздействию тепла. Для собак летом самое страшное – перевозка в автомобилях без кондиционера и при закрытых окнах. Терморегуляция этих животных слабее, чем у человека. За 20-30 минут такой поездки собака с коротким носом может получить тепловой удар. При перевозке своих питомцев в машине надо всегда следить за общим состоянием. Если видите, что ваш питомец плохо себя чувствует, остановитесь где-то в тенистом месте, выведите его на улицу. Если есть возможность, немножко охладите его, обтереть или обрызгайте водичкой, дайте подышать свежим воздухом. Гулять с собакой лучше рано утром и поздно вечером. Днем прогулки следует ограничить. Не надо гулять под палящим солнцем, уведите вашего питомца в тень. Смачивать животное водой на прогулке не стоит. Мокрая шерсть не держит температуру. Особенно это вредно для собак темного окраса. Понять, что у вашего четвероногого друга вот-вот случится тепловой удар, можно по нескольким признакам. А дышка очень сильная, то есть высунутый язык, скапает слюна, может начинаться нарушение координации. Это в самых тяжелых случаях. А так общее состояние мы можем определить по тому, как животные дышат все-таки. Когда животному жарко, все-таки дыхание очень-очень частое. Как и у человека при тепловом ударе, перенести в тень, попробовать снизить температуру тела. При тепловом ударе критическое состояние развивается в течение 10-15 минут. После этого шансы спасти животное стремительно падают. Температура воздуха этим летом пока достаточно комфортная. Однако тепловые кризы у собак в городе уже были. В первую очередь подвержены собаки с темной окрашиваниями шерсти. Также у нас особенно подвержены собаки с бордоморфным строением морды. Это типа бульдогов с приплюснутой, мопса и тому подобное. Собака с прямой мордой более легче переносит температуру. Дома собаке лучше включить кондиционер или вентилятор, или хотя бы открыть окна, устроить небольшой сквозняк и завесить шторы. В доступе вашего питомца всегда должна быть свежая вода. Теоретические знания об основах предпринимательства, ведения бухгалтерии, юридических особенностях налогообложения и принципах построения своего дела получили участники проекта «Займись делом» на консультациях и семинарах. Заявки подало 57 саровчан. В финальном этапе масштабного проекта «Бизнес-игре» решили попробовать свои силы только 10 человек. Интересно, необычно. Радует, что в городе начали такие конкурсы, гранты. Но хотелось бы видеть их побольше, потому что люди приходят, а победители – единицы. Чтобы побольше было обучения, чтобы предприниматели верили, что они тоже могут выиграть. Под руководством эксперта участники разрабатывают концепции и стратегии развития своего дела, определяют целевую аудиторию, способы продвижения бизнеса, составляют бизнес-планы проектов, которые затем будут защищать перед конкурсной комиссией. Члены жюри будут оценивать актуальную степень проработки идеи и социально-экономическую значимость проекта для нашего города. По итогам игры будут определены три победителя, которые получат поддержку в продвижении от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Победителям на выбор предоставят услуги по созданию и продвижению сайта, продвижению в соцсетях, таргетированной рекламе. Ещё одна мера поддержки, доступная сыровчанам, это грантовая помощь молодым предпринимателям. Этот проект реализуется в рамках проекта, называется он «Продвижение». Это наш региональный проект, где начинающие предприниматели могут зайти в качестве физлица в данный проект, пройти обучение на электронной платформе. Вторым этапом является как раз тренинг, на котором сегодня будут присутствовать начинающие предприниматели, молодые предприниматели. На тренинге участники могли освежить знания по основам предпринимательской деятельности, а главное – узнать все нюансы участия в грантовом конкурсе. А именно, как правильно заполнять заявку, предоставлять отчётность. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» такой грантовый конкурс проходит впервые. Его участники могут получить на развитие своего дела от 100 до 500 тысяч рублей. Я думаю, грантовая поддержка интересна всем, потому что в своё время гранты уже были, но они были ориентированы на начинающих предпринимателей, то есть до года. В этот раз именно для молодых, то есть поддерживаются молодые предприниматели, начинающие. Акцент делается именно на молодости, на какие-то новые инновационные идеи. И я думаю, что эта грантовая поддержка интересна вообще для всего региона, в том числе для вашего города Сау. В ближайшее время участники грантового конкурса предоставят на суд жюри свои бизнес-проекты. Месяц кропотливой работы – один из самых сложных и монотонных её этапов – зачистка старой краски, признаётся Антон Климов. Подготовкой веранды к росписи художник занимался по вечерам и после работы. Было непросто, однако сдаваться он не привык. Итог превзошёл все ожидания. Теперь на территории шестого детсада вместо старой облупившейся веранды появился яркий сказочный домик. Там, где дерево, у них раньше висело, я надеюсь, обратно повесим, всё-таки там баскетбольное было кольцо. Я так подумал, ну, будет прикольно, они кидают мячики, это как будто бы колобки, там за ними охотятся лиса. А дальше надо было как-то заполнять ещё пространство, там подумал, вспомнил про всяких ёжиков. Плюс у меня дочка любит мультик про муравьишку. Вот там есть листик, он летит, от берёзы оторвался. Эскизы Антон Климов придумывал, вдохновляясь любимыми мультфильмами дочери, оставляя в финальной версии те, которые вызывали у неё максимум положительных эмоций. Эскиз работы полностью нарисован в графическом планшете. Вообще я сейчас осваиваю графический планшет и как бы вот под это дело решил вот такой эскиз нарисовать в компьютере. Практически всё нарисовано в планшете. Он как-то опирался, конечно, на мультики какие-то, на какие-то изображения, но всё-таки сам перерисовывал. Здесь какого-то это не было, просто я, в принципе, нарисовал, что хотел на этой веранде. А так обычно что-то задают, какой-то коридор, с которым можно что-то подумать, попридумывать. Ранее Антон расписывал стену вописного холла роддома, а также трансформаторную будку на Некрасова. Неотъемлемый элемент любой его работы – вдохновение. С его помощью Антон Климов преображает городские пространства. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Путь фотографа Ильи Калашникова начался в 2017 году. Тогда Илья впервые взял в руки мамин зеркальный фотоаппарат. Конкретных идей не было. Молодой человек снимал различные виды города и природу. Потом, заинтересовавшись фотографией, Илья самостоятельно изучал азы этого искусства, считал специализированные статьи, общался со знающими людьми. Как сейчас признаётся молодой фотограф, за всё время своей работы он ни разу не сталкивался с выгоранием. А заниматься фотографией для Ильи – это работа мечты. Мне всегда хотелось сделать выставку, потому что это своего рода след в истории, пускай даже своей истории. И когда ты видишь все эти фотографии в сети, в интернете, на экране телефона, на экране компьютера, нет ощущения какого-то присутствия. Я смотрю на эти фотографии, подхожу, и это как будто бы портал, который возвращает тебя в те моменты. Илье всего 22 года, но он уже неоднократно сотрудничал с крупными брендами и фирмами по всему миру. Самый крупный коммерческий проект фотографа – работа в Гонконге с китайским брендом одежды. С фотоаппаратом Илья ездил в Стамбул, Германию и Ливан. Кадры из путешествий, портреты, пейзажные и урбанистические фотографии – всё это Илья представил на своей первой выставке «Крамл Икс-2022» в городском музее. В основном это такие достаточно большие проекты из путешествий, куда я отправлялся, работая с каким-то брендом или с какой-то фирмой. Когда я был амассадором, я путешествовал на Байкал, в западные Саяны со снаряжением, которое мне предоставляли мои коллеги из Германии. И создавал такие целостные истории, писал статьи к этому. Для городского музея подобная современная фотовыставка – это тоже первый опыт и смелый эксперимент. Посмотреть, что из этого получилось, и познакомиться с работами молодого фотографа можно до 5 сентября в часы работы музея. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Атомскилз» – отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом». Один из крупнейших в мире корпоративных чемпионатов. Проводится мероприятие с 2016 года. В этом году чемпионат прошел седьмой раз на территории выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Впервые на площадке «Атомскилз» ввел свою работу Совет юниоров «Росатома» – команда из 40 инициативных ребят-активистов из различных городов России. Совет юниоров готовил для участников и гостей чемпионата специальные площадки активности, экскурсии и квесты. Участники в первую очередь туда приехали все-таки соревноваться. Но, например, у нас ребята организовали дополнительное освещение всей программы, выкладывали посты в интернет и призывали всех регистрироваться. Таким образом, обычные жители, которые просто узнали о проведении культурного мероприятия, могли найти ссылку на сайт, загрегистрироваться, сдать ПСР-тест, приехать. Наши ребята их встречали, рассказывали, что здесь есть, вот проводили им экскурсию. Саровчанка Ульяна Скородумова участвовала в «Атомскилз» впервые. На мероприятии девушка прокачала свои навыки журналиста, проводила прямой эфир с места событий и специального телевизионного куба. Перед чемпионатом ребята из Совета юниоров совместно разрабатывали проект своей ТВ-студии, создавали контент-план, искали гостей для съемок. На протяжении четырех дней юные ведущие на площадке Юниор ТВ рассказывали зрителям прямого эфира про чемпионат, обсуждали со спикерами актуальные проблемы молодежи, снимали клипы. Мы планировали поиграть у журналистов, а в итоге занимались этим профессионально, и было очень много ответственности на нас, потому что создать контент такой, что было интересно смотреть подросткам, чтобы он был качественным, успеть все снять, смонтировать, написать тексты, найти ведущих. Это была главная, наверное, задача меня и моей команды. Четыре дня проведения эфиров дали Ульяне большой опыт и видение того, что происходит за кадром прямых трансляций. А сотрудники РФЦ в НИЕВ стали призерами чемпионата «Атомскилз». В компетенции электроника второе место занял Максим Коржавин. В компетенции электромонтаж «Бронза» у Алексея Исаева. Саровчане получили шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности «Уолдскилз» «Хай-Тек». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Без этого регулировщика невозможно представить дорожное движение. Самый первый светофор изобрел пританец Джей Найт. В 1868 году аппарат установили возле здания парламента в Лондоне. 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств с красным и зеленым фонарями. Эта дата и стала днем рождения светофора. К этому событию сотрудники ГИБДД и отряд юных инспекторов дорожного движения провели профилактическую акцию «Свет жизни». Данная акция была посвящена тому, чтобы напомнить участникам дорожного движения о том, что важно соблюдать правила дорожного движения и необходимо соблюдать сигнал светофора. Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения задавали водителям вопросы о светофоре. Если водитель отвечал правильно, то на специальный плакат с изображением светофора они приклеивали зеленую бабочку. Если автомобилист ответил с подсказкой, то получал оранжевую бабочку и красную отметку участники акции клеили на плакат при неправильном ответе. Также водители получили в подарок игрушку-светофор. Девочки вручали памятки и задавали вопросы шоферам. Ну, например, на какой свет приезжать, если мигает зеленый сигнал, имеете ли вы право приезжать, да или нет. Дело в том, что в последнее время очень много аварий, где-то именно на перекрестках, и тут спорные вопросы. Мигает светофор, зеленый свет, можно приезжать, нельзя. Вот мы сегодня решили провести такую акцию. В течение августа сотрудники ГИБДД также проведут несколько акций к началу нового учебного года. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Зал Пушкинки на время превратился в настоящую исследовательскую лабораторию. В ней юные гости библиотеки примерили на себя образ ученых. С помощью ведущих они узнали много интересного о работе своего организма. Начали с органов чувств. С помощью несложных заданий ребята разбирали, как человек может улавливать запахи, видеть и слышать окружающий мир, чувствовать вкус продуктов. Мы поговорили очень подробно о том, что происходит в человеческом мозге, о его способностях. Поговорили о том, что наша человеческая память запоминает абсолютно все, что поступает в мозг. И очень важно эту память не засорять. Мы думаем, что для ребят эта информация очень важна. И когда говорят, что важно читать хорошие книги, смотреть добрые фильмы, это все не просто так, это действительно очень ценная рекомендация. Познакомились ребята и с определением нейронных связей. Узнали о том, что память можно тренировать. Одно из таких упражнений продемонстрировали в зале. Ребята должны были за 30 секунд запомнить все предметы на столе, а затем перечислить их. Рекорд 8 предметов из 15. Нам загадали слово «В», точнее дали картинки, и на них были нарисованы буквы. И мы должны были отгадать слово, которое нам загадали. Нам загадали слово «нейрон». Мне больше всего запомнилось то, что когда ты ночью страшные истории или страшилки смотришь, то потом тебе может присоединиться что-то страшное, или ты что-то будешь уже бояться, к примеру, какого-то предмета или кого-то. Особенно ребят привлекла лабораторная работа под названием «Юлий Цезарь». У участников эксперимента была возможность доказать или опровергнуть тезис о том, что совмещать физический и умственный труд вполне возможно. Результатом анатомического расследования стал вывод о том, что простые повседневные действия, которые мы совершаем неосознанно, это работа целой системы суперкомпьютера под названием «Человек». Было видно, что им интересно. Было видно, что пришло живое обсуждение некоторых человеческих способностей. Потому что, конечно, многое мы знаем, но порой не анализируем, почему происходит именно так, а не иначе. Мы думаем, что сегодня мы как раз некоторые моменты и ребятам, и взрослым разъяснили. Закончилась встреча с сеансом медитации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова